Ликуйте, любители выживалок, и наконец-таки у Гринхела появилась история. Историю, которую все так долго ждали, историю, которую все так давно хотели. Ранее мы с вами проводили много времени в этой игре и в этих джунглях, ставили разнообразные эксперименты, занимались строительством и просто пытались выжить. Теперь у всего этого появилась цель, и я уверен, нас с вами ждет новое и интересное приключение. А, кстати, уровень сложности мы с вами выбираем джунгли зовут. Это абсолютно сбалансированный режим, и как раз таки, мне кажется, он отлично подойдет для того, чтобы познакомиться с самой историей игры. День первый. Ладно, я здесь. Эй, у меня все получилось. Все в порядке. Да, можешь подниматься. А, ты же знаешь, что у тебя есть рация, да? Да, помню, и как давно это было на самом деле. Так, поговорить. Можешь подниматься? Слушай, иди без меня. Мне нужно найти кое-что в рюкзаке. Так, а что именно? Все снаряжение уже должно быть в лагере. Узнаешь, когда придет время. Просто провели терпение. Патент. Ну, ладно. Догонишь тогда, да? Этот путь идет к тому каньону. Угу. Я знаю. О, боже. Знакомые места. Когда я, помню, начинал играть в Грин Хэл, она была вообще еще пустая, и самое интересное, она была на английском. Теперь все на русском, на родном, это просто классно. Так, поговорить. Давай поговорим. О, эээ, ты привязала лодку? Си. Угу. Джейк, я знаю, что это прозвучит глупо, но, учитывая все обстоятельства, ну, я рада, что мы сюда вернулись. Эм, но... Я рада, что мы вернулись сюда. Да, согласен. Тут так красиво, но... Но нельзя забывать, зачем мы здесь. Мы не можем забыть, что мы пришли сюда в первом месте, я знаю. Но... Как только обустроимся, сразу же пойду в деревню Ябахака. Так, нас ждать теперь, найти лагерь, да? Ну что, если они откажутся с нами разговаривать? Эй, давай будем решить проблемы по мере их поступления. Ты прекрасная переводчинка, если кто-то сможет с ними поговорить, ты какой-то только ты. Хм. Хорошо, что у меня есть под рукой антрополог. Да, доктор Хиггинс. Доктор Хиггинс. Да, замечательно, конечно. Так, я нашел палатку. Там все в порядке. Ну, не пятизвездочный отель. Просторный интерьер, роскошные койки. Не предел мечтаний. Ну, еще тут земляной пол. Главное, чтобы она не протекала. Солтрейл отлично работает. Кажется, есть все, что нам нужно. Я думаю, это не надо переводить. Так, ну что ж, день номер два. Номер два, блин. День второй. Ну что ж, на этом все. С обустройством покончено. Помнишь, что это значит? Да, я помню наш разговор. Но, может быть, тебе... Может быть, нам стоит все еще раз обдумать? Не уверен, что тебе стоит туда идти одной. Ну, ты же знаешь, что так надо. Иначе они не заговорят. Не беспокойся, все будет в порядке. А ты пока соберешь дрова. Устроим романтический ужин. Романтический консервированный фасолью? Блин, прояви фантазию. Мне кажется, она чем-то на ларуков напоминает. Вот, действительно. А мы можем делать? Нет? Нет. Не забудь подготовить костер. Хорошо, мы сейчас займемся, да-да, розжигом этим. Давайте сначала почитаем, что у нас тут есть вообще за записочки. Млекопитающие тропических лесов. Безобидные. Несмотря на всю опасность, этот лес хранит в себе столько прекрасного. Множество мелких млекопитающих служат источником пропитания для местных жителей. Богаты протеинами и жирами. Они отлично дополняют диету из фруктов и овощей. Шикарно. Про животных мы поняли. Что у нас здесь, на этой записке? Это опаснейшая землеводная на планете. Полностью безвредна для местных жителей, благодаря ритуалу Камбо. Племена Южной Америки ловят лягушку, чтобы собрать яд. Затем протыкают обожженную детскую кожу иглой с малой дозой яда. И так до тех пор, пока ребенок не станет к нему невосприимчив. Слушай, ну да, у всех свои обычаи, у всех свои ритуалы. Дальше. Ябахака. Ябахака одно из примерно 80 утерянных племен, проживающих в дремучих лесах Амазонки. Они живут в изоляции, потому что боятся жестокого современного мира. Как они нас примут? Они единственный ключ к нашей цели. Вроде все с вами, да, посмотрели? Или они там, по-моему, еще оставалась бумажечка одна. Давайте посмотрим. Утерянное племя. Это их земля, их наследие, которым они владеют вот уже не одну тысячу лет. Все, кто сюда приходят, должны помнить об этом. Прошло три года с тех пор, как мы видели их в последний раз. Они боятся многого, чего не знают. Безумие какое-то, но нам правда нужна и помощь. От них зависит весь наш план. Все, с этими бумажками мы разобрались, вроде все посмотрели, все изучили. Единственное, что мы можем узнать, еще плакат, но здесь древостроя, лесной полог и так далее. Сорян, начните сюда зашли. Выбрать место для костра. Ну, я так полагаю, оно будет стандартное, прямо в центре. В центре нашего лагеря. Правильно? Правильно. Так, только это выбирается, по-моему, как-то иначе у нас делается. Во. Малый костер. Огонь может привлечь нежелательное внимание. Ну, для нас это даже больше не то, что не внимание будет, а это просто тепло, это приготовление, да и вообще свет. О, кстати, слушай, мочите. Нельзя проходить мне мочите. Слушай, два мочите, но мы живем. Слушай, это жир, это реально жир. Мил, я не могу найти пару сумок. Ты уверен, что ты все привез? Так, да. Все, принесли носильщик, а что? Что тут не хватает? О, еще мочите. Ну, кажется, да. Но, а что не хватает? А, ну-ка, расскажи нам. Так, обустройте площадку. Ладно, нам потребуются палочки. Надо их будет походить, пособирать. Хотя, с другой стороны, нафиг нам собирать. У нас есть три мачете. У нас есть три офигенных мачете, которые мы можем, в принципе, взять в какой-нибудь сейчас стебель и накромсать его, чтобы находить здесь все дело не собирать. И самое же интересное, параллельно у нас с вами будет прокачиваться, насколько я помню, да, навыки владения тем или иным орудием. Так, это мы сейчас на палке расщепим. Кстати, а где вторая? Ага, вот нашел вторую. Ну, и это все тоже соберем. У нас еще, я смотрю, большая стоит. Ее надо как-то оттуда вытащить. Во, забираем ее. Где-нибудь здесь ее сейчас бросим и расчехлим. Вот так вот. Раз и два, готово. Кстати, обратил внимание, у нас с вами здесь течет вода. И она чистая. Это хорошо. Естественно, мы сможем здесь заниматься добычей чистой воды для питья. О, стоп, разломать. А что она не ломается, кстати, ты смотри. А, мэшку можем сделать. Мы можем ее попробовать вот так выделить, расширить и добыть. Он, по-моему, сразу должен ее будет на палке расфигарить, да? Правильно. Так, вообще посмотрим, хватает ли нам досок для костра. Вообще, по-друге, не должно хватать. Слушай, прямо отлично. Не хватает двух палочек. Ладно, сейчас соберем. Раз. Маленькая палочка, правда. Но заберем и смотри. Птичье гнездо. Я помню, эту штуку нам подает как раз таки для того, чтобы рожать костер. Ну, кстати, слушай, одно яйцо было? Серьезно? Ну, ладно. О, а вот и второе. Кстати, лианы. Вот про них вообще нельзя забывать. Они всегда нам могут пригодиться. Особенно, когда в дальнейшем мы будем как-то краскинить копья там, ну или еще ничего еще. Вообще, если сможем это мы тут все сделать, потому что история, фиг его знает, как она нас вообще поведет. Ну, и докладываем. Шикарно. Кажется, все готово. Мия, можешь принести зажигалочку? Помнишь, я тебе говорил, что не могу еще найти снаряжение? Доброе стихо, только не говори, что это зажигалочка. Предсказуемо, да, все? Да, у нас нет огня. Ни одной еще зажигалки, ни одной коробки спичек. Мы же их заказывали. Ты точно все посмотрела? Точно. Придется кастрю жигать по стариночке. Мне лучше начало экспедиции, да и не говори, блин. Так, ладно, но это не проблема. Мы с вами все равно сейчас сделаем зажигалочку, правда, доисторическую. О, стой, смотри, он еще заметил, кстати, гнездо. Пойдем его заберем. Оно, интересно, с яйцами? Нет, оно не с яйцами, оно просто с пером. Ну, тоже пригодится. Так, открываем записную книжку и смотрим, как сделать нам ручную дрель. Да, очень просто, в принципе. Две палки и готово. Только они у нас должны идти разных... Ага, понятно. Разных форматов. Сейчас мы возьмем другую большую. Вот она. Отлично. Ну, а теперь спокойненько это берем все и красим. Раз палочка и два палочка. Готово. Ручная дрель. Нужно найти что-нибудь сухое. Чувак, я уже нашел. Так, это надо доиспользовать. И это нам вот сюда. Кто-нибудь пробовал так, кстати, косер сжигать? Ну, вообще, без всяких зажигалок и всего остального. По стариночке. Просто ради интереса. Просто пробовали или нет? Если да, то плюс в чат поставьте. Ой, в чат, господи. В комментариях напишите. О, Мия. Мия, я рожал костер. Я уже иду. Дай пару минут. Ты о чем? Ты, кажется, такой спокойный. Я и спокойная. Не знаю, как это объяснить. Но здесь я чувствую себя в безопасности. А там нет. О, я не знаю. Тут игуары, идовиты, и пауки, и змеи. Не говоря уже о скрипионах. Даже муравьи тут кусаются чертовски больно. Ты прав. И все же. У нас есть шанс добиться чего-то большего. Изменить мир к лучшему. Дома нам оставалось только сидеть и ждать. Поэтому я предпочитаю природу. Ну, давайте скажем, я люблю тебя. Я люблю тебя. И если бы я знал, куда у нас придут мои амбиции, что ты окажешься в опасности, я бы не стал писать эту чертову книгу. Да. И если бы все так думали, то наука бы оказалась в глубокой стагнации. Не вини себя. Возможно, мы все еще успеем исправить. И я тоже тебя, кстати, люблю. И все же я немножечко переживаю по поводу твоей встречи с Эббахаком. Все будет в порядке. Я должна пойти одна. Мы оба это знаем. Иначе ничего не выйдет. К тому же ты им не очень-то им понравился. Но они не жалуются жаловаков. Обстреляли войны вертолеты с лука. Они ни в чем не виноваты. С тех пор, как ты опубликовал свою книгу, им продыхло нету журналистов, ученых, врачей. Всемирный альянс здравоохранения разбил медицинский лагерь и, скорее всего, проводил исследования, нарушая тем самым все табу племени. Но я смогу их убедить. Я должна это сделать. День третий. Так, обыскать палаточку. Ну, на предмет чего? Ага, на предмет записки. Я в деревне. Свяжись со мной по рации, как проснешься. Я оставил тебе подарок. Люблю, Мия. Подарок это хорошо. Кстати, вот, по-моему, и сам подарок, да? Наши котлы. Так, поговорить с ней. Давай поговорим. Мия. Мия. Мия, как слышишь? Привет, Соня. Проснулся, наконец? Ну, типа того, раз я тебе позвонил. Ой, точнее, ну да, сообщил. А где ты? Ну, недалеко от деревни. Помни, если увидишь тотем, то дальше не иди. Они служат предупреждения. Знаю, знаю. Я прочла твою книгу. Ну, я надеюсь, что мы позадракали вместе. Просто удивлен, что вот так все. Признай. Ты думал, я забыла твой день рождения, так? Ну, нет, не забыла. Ты думал, я забрал свой первый день, да? Ты думал, что ты? Ну, я не знаю. А забрать подалок с стола. Ну да, офигенные часы. Просто офигенские часы. Блин, дождик как усиливается. Офигеть. Кстати, очень классный звук. Очень классный. Мне нравится. Это как раз то, что мне нужно. У них даже есть солнечные батареечки. И сканер микроэлементов. Проверь, всего ли у тебя хватает? Мы тут всего несколько дней, но стресс может здорово измотать. Это уж точно. Так, удержите F, чтобы познакомиться с часами. Ну, да. Компас, время, число. Ну, естественно, про наши микроэлементы. О, смотри, палочку нашли. Нифига себе, вот это классно. Вот это подгон. Обыскать палатку в поисках съестного. Но съестного это у нас... Так, итак, в экспедиции со своей женой Мия. Мия, скажи привет. О, привет. Палатка установлена, так что мы можем приступать к работе. Я буду переписывать новые виды растений, а ты, Мия, можешь рассказать, чем будешь заниматься? Ну, я собираюсь завтра встретиться с Ябахака. Ты ведь знаешь, что я волнуюсь. Конечно. Ну, я же подготовлена. Да, думаю, да, но это все равно очень опасно. Я знаю, милый, не волнуйся. Так, ладно. Пока это все. С вами были... Мия и Джейки Хигганс. День первый. Отлично. Так, смотри, у нас батончики есть. Это мы забираем. А это у нас что? Записка. Элиана Духов. Этот эффект от психоактивных субстанций обычно длится несколько часов. В это время участники церемонии испытывают духовное откровение. А Яуахску следует принимать только в присутствии шамана, который служит проводником. Ладно, это мы поняли. Это мы уже узнали. Так, стоп, обыскать палатку. А что здесь снова тут? А, вон у нас батончики, точно. Батончики РС. Батончики 2. Блин, как генератор нам трактит. Мама, не горюй. Мы можем сейчас зайти? Зайти можем, но, правда, пока делать здесь ничего не можем. Слушай, я же вспоминаю, мы еще консервы могли открывать. А что-то у нас они не берутся. Прям очень странно. Прям очень странно. А, это мы с вами читали. О, еще одна записка, кстати. Войны черепа. Вчера, когда мы сплавлялись по реке, на берегу появились таинственные разукрашенные войны. Кто они? Наши друзья? Ебахака? Похоже, боятся не говорить. Слушай, ну, вроде как бы в плане съестного мы нашли все, что только можно, да? Давай посмотрим у нас в рюкзаке. Три батончика. Ну, давай, наверное, просто их съедим, потому что, ну, больше тут ничего у нас нету. Скушать. Во, отлично, смотри. Все правильно, сделали. Немножечко нас игра не перевела. Ну, ладно. Связаться с Миям. Я отдохнулся и сытый. Отлично. Следи, чтобы так было всегда. Твой мозг должен работать на пределе возможностей. Постараюсь не примерять тем. Ты уже нашла их? Да. И, как ожидалось, они не хотят со мной разговаривать. Веду себя так, будто меня вообще здесь нет. Но они тебя не прогнали. Это уже хороший знак. Тебе придется доказать, что ты одна из них. Угу. Хорошо. Думаю, ты прав. Буду спать на краю деревни. И если это то, что смогу найти. Будьте осторожны. Пожалуйста, будь осторожна. Хорошо. Но раз я уж собираюсь стать одной из них, то мы не сможем часто разговаривать. Ты права. Они не доверяют технологиям. Если что пойдет не по плану, я уйду из деревни и свяжусь с тобой по рации. А до тех пор можно считать, что все в порядке и не беспокоиться обо мне. Ладно. Средоточиться на нашей цели. Я пока займусь индексацией новых видов растений. Кажется, я видел здесь только парочку новых образцов. Так, отлично. Осмотреть на пробковую доску. В смысле, осмотреть пробковую доску. Где мне ее осмотреть? Это она, что ли, у нас получается, да? Но мы это вроде все читали уже. Тут у нас еще есть некие письмена, которые мы не читали. Листья табака отлично втягивают яд из ран. Но могут ли они помочь от чего-нибудь еще? Я заметил табак в северной части лагеря. Чтобы найти его, нужно лишь забраться на камень. Там хорошее место для начала. Ага, отлично. Пойти на север и найти табачное дерево. Ну, тогда этим и мы как раз-таки и займемся. Где наш компас? Вон туда нам, да, шуровать? Лады. Слушай, а этот стоп, у нас в мачете есть? В мачете есть. Еда у нас с собой имеется. Ну, и заодно, если что, мы с вами что-нибудь пособираем полезного и интересного. Блин, правда, все вот хорошо, но... Что-то с погодой нам тут совсем не фартит. Ну, да, в джунглях, если даже идут, то это... То это сильно и это надолго. А, вот та самая веревочка. Так, это все предсказуемо, да? Ах, ты ж, твою мать! Мия, я знаю, что не должен звонить, но у меня тут трос оборвался. Я упал с добрых десяти метров. Да ты вообще в порядке? Не уверен. Погоди, я отойду, чтобы они тебя не услышали. Даже не знаю, как осмотришься. Так, удерживайте цель, чтобы осмотреть свое тело. Ну, давай. Я познаю себя, как говорится, да? Так, рука у нас оконь, все. А вот эта у нас рука не совсем. Плохо дело. Надо связаться с Мия, с рычагом. В любых ситуациях надо сразу звонить девчонке, там, либо жене, да? Она сразу тебе подскажет, что надо сделать, применить или какие-то таблетки употребить. Все хорошо, кости целые. Оделся царапинами и синяками. Ни о чем беспокоиться. В джунглях каждый порез может представлять угрозу. Обработай. Помнишь, как это делается? Ну, да, я помню, там, по-моему, желтые растения у нас были. Так, да, помню. Да, помню. Малинерия. Длинные, гладкие, острые листы, окруженные желтыми цветочками. Правильно. Хорошо, кое-что. Ну, слушай, они не должны быть где-то у нас далеко особо, да? Позвони мне, как обработаешь рану. Понял, конец связи. О, смотри, камушки. Камушки мы заберем, из камушков можно делать наживание. Ну, я тут уже реально готовлюсь к выживанию. Слишком, ага, это слишком большое для нас. Пока слишком большое. Вот она будет раздробить. Палки мы тоже заберем. А вот где нам цветочки все эти найти, это, во хрен, а, вон, смотри, вот он растет. Давайте-ка сейчас его сразу срубим. И палку, наверное, заберем еще, пригодится. Палок много не бывает. Это игра, где действительно палок действительно много не бывает. Так, ну что, теперь мы можем спокойно сделать повязку, но, наверное, мы это можем сделать у себя в лагере. Не будем же мы здесь подождем, здесь все крутить, вертеть, правильно? Кстати, а куда костер делся? Странно. О, еще одно мочетное, смотри. Они тут прямо оплодятся. Сколько у нас их уже? Четыре штуки. Ну все, я не убиваю мы теперь. Мне теперь пофиг на этот джунгли. Пускай теперь джунгли боятся меня, правильно? Правильно. Так, где наше изготовление? Наше изготовление вот. Изготовить, точно. Так, вот у нас листовая повязка. Шикарно. Далее, я помню, мы должны себя осмотреть и, соответственно, наложить эту повязочку на рану. Во. Да. Слушай, да, помнятся еще все эти основы. Это хорошечно. Конечно, может быть, какие-то вещи тут новые добавились? Будете мне подсказывать в комментариях, обязательно. Так, дальше. Готово. Перевязка закончена. У тебя болит рука? Так, болит или нет? Да не особо, не будем ныть. Не особо. Хорошо, надеюсь, она быстро затянется. А у тебя там вообще как дела? Обряд инициации состоится через пару дней. Жду вас нетерпения. Ведь после его окончания я стану одной из них и смогу задавать им любые вопросы. Правда, некоторые старичные против обряда. К счастью, не удалось заручиться поддержкой вождя Квинни. Почему они вообще против? Думаю... Думаю, в их рядах произошел раскол давно еще до меня. Не успел прочитать, что очень быстро пролетело все. Иными словами, я бы хак разделились на два лагеря. Мне нравится мне это все, Мия. Просто будь осторожным. Мне ничего не угрожает. Говорю же, все будет хорошо. Я оптимистична. День 32-й. Джейк, пожалуйста, приезжай. Джейк, я нужна тебя здесь. Ты мне нужен, Джейк. Прошу, ответь. Пожалуйста, отвечай. Мия, что случилось? Мия, ответь. Мия! Нет ответа. Что по тебе там происходит? Найти Мия. 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 КАНЕЦ Зелёный ад Эй Джейк Что там, что-то в этом происходит Джейк Поговори со мной Без понятия, что она говорит Это, случайно, не тот самолет, который разбился в джунглях И мы около него, по-моему, лагерь строили Ну ладно, эта история Совсем другое будет прохождение Совсем всё будет иначе, абсолютно Давай, подъём, нормально всё Сейчас забинтуемся, я буду хорошо себя чувствовать Мия Мия, чёрт возьми Блин, как тут офигенно красиво Чёрт Я не успел прочитать Короче, офигенно красиво Сразу вот эти, знаете, такие, прямо такие Приятные воспоминания во время игры здесь Это, блин, шикарное место Именно среди выживалок И вообще для игр данного рода Так, ладно, поговорить Эй, меня кто-нибудь слышит? Да походу хрен там Ой, рыба, смотри Со мной случилось происшествие Я не знаю, что происходит Пожалуйста, помогите мне Приём Да, рыбалочка тут у нас однозначно будет с вами А это стопудово Блин Так, ну что Проверить цель в записной книжке Давай посмотрим, что у нас там имеется Записная книжка Что случилось? Где Мия? Она позвонила мне из деревни индейцев Что её так пугало? Отчего бежала? Факты Сегодня 33-й день Вроде как, да? Моя записная книжка промокла У меня нет припасов Мия не отвечает Найти помощь Так, что у нас с вами идёт по возможности У нас возможность сделать верёвку Ручная дрель Повязка Из растений мы знаем про табак и малинерию Дальше что у нас с вами? Микроэлементы Это про наши вообще с вами потребности Стандартная пока что у нас идёт постройка Хотя там вроде у нас добавляли что-то из глины Или я ошибаюсь? И, соответственно, у нас идут постройки для нашего укрытия Кстати, очень многие такие вещи напоминают Как в игре Форест Но эти игры, наверное, схожи Не только по стилю, но и, наверное, даже по подаче Ладно, всё Тогда на этом моменте мы с вами останавливаемся У нас с вами был пройден пролог Если вы хотите, чтобы у нас игра дальше продолжалась Соответственно, и вам интересно, как у нас будет происходить событие Втыкайте ролику лайкос Если есть какие-то комментарии по поводу дальнейших взаимодействий с предметами Обязательно пишите Я всё читаю Мне это будет интересно и полезно Как раз таки, возможно, свяжу память Ну, а я с вами всеми прощаюсь Всех люблю До новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok